Как подобрать правильно лыжи? Как подобрать правильно лыжи? Мы их ведем к линеечке, на которой есть определенные циферки. Такую линейку можно установить в любом месте. Если вы линейку даже не установите и будете подбирать лыжи, вы можете сделать метку, а потом сантиметром померить. Если у вас дети маленькие, многие на косяках на этих делают зарубки. О, как вырос! Вот эти зарубки можно для себя оставлять и для лыжи. Подбираются лыжи следующим образом. То есть человек измеряется. Можно использовать простой угольник. Вот вы, как рост измеряется. Человек отошел, посмотрел, сколько? 175 см. 175 см. В ботинках, в тапочках. То есть вы все время делаете все в лыжных ботинках, чтобы свой рост померить. И палки и лыжи подобрать. 175 см. Значит, к этому можете прибавить 15 см. Это ваша максимальная длина лыжи. Выше ее вы не справитесь с пятками. Можно лыжи брать поменьше. Значит, у вас какие лыжи? 187 см. При 175 см. Удобнее работать на лыжах. 187 см. То есть это и выкат, и когда вы идете в подъем, вы по пяткам себя не стучите. То есть вы с ними как бы быстрее справитесь. Учиться лучше на лыжах более коротких. Но у них есть минус один. Если вы все время на коротких ходите, вы носки разводите и проката уже нет. Значит, нужны лыжи правильной длины, чтобы вы могли ногу прямо ставить и выкатывать. И чем лыжи длиннее, скорость у них больше. За счет длины. То есть классические лыжи и коньковые, в принципе, если они без мази, одинаково подготовленные, коньковые медленнее едут. За счет того, что у них длина маленькая. Ясно, да? Значит, как подбираются палки для конька? Значит, палки должны быть по мочку уха. Вот мы с вами измеряем. Человек отходит, смотрим. Практически у него метр шестьдесят палки. Метр пятьдесят семь. Пятьдесят восемь. Вот выше, в принципе, не надо. Значит, объясняю почему. То есть при отталкивании у вас палки должны работать сзади. Вы их не должны вперед выставлять. Иначе у вас попа вперед не поедет. То есть она должна вперед ехать. Вы должны под углом ставить палочки. И работа на коньковых лыжах идет сзади. Для этого палки как бы используются достаточно высокие длинные. Идет отталкивание длинными палками. Они и на спуске, и на подъеме. Стараются все время за проекцию ботинка. Не впереди ботинка, а сзади. Значит, это необходимо для того, чтобы было правильное скольжение таза вперед. Значит, по поводу роста лыж и длины палок мы с вами разобрались. Теперь начинаем разбираться по поводу, какой темляк лучше или хуже. Всего простая петля. Посмотрите, вы ее снизу вставляете, одеваете. Вам легко ее вставить, снять палочку, одеть обратно. Значит, для катания уже продвинутого нужен капкан, так называемый. Значит, вы сюда ручку вставили. Капкан этот закрепили. Это детский капкан маленького размера. Они все разного размера. Если здесь все универсально, ее можно выдвинуть. То здесь, как правило, S, M и L. Есть XL. Очень для больших перчаток, для больших рук. Значит, почему это эффективно? Вы толкнулись, и уже палку можно не держать. Она у вас висит на вашей кисти. Здесь приходится палочку поддерживать все время. Контролировать ее в руке. На гонке, если вам на лапку наезжают еще куда-то, Вы уже с палкой с этой на капкане уже ее можете эффективно выдергивать. То есть, она у вас вместе с рукой только отвалится. Ваша задача, то есть, уберечь свои руки, чтобы вы их не вырвали. Эта палка при наступании и при задерживании, если вам как бы задержали ее, то вы можете из нее выскочить, то есть ее потерять. Значит, вы одеваете ботинки, одеваете тот костюм, в котором вы будете кататься. Встаете на весы, измеряете свой вес в ботинках. Можно даже палки взять с собой в руки, чтобы вы знали. Можно палки не брать, то есть они очень мало весят. Но лучше всего в ботинках, если вы фляжку используете, значит, одеваете фляжку. То, что вы с собой берете телефон мобильный, ключи от квартиры, от машины, под сумма какой-то. Ясно, да? То есть, это очень важно по подбору лыж. Значит, лыжи измеряются в магазине специальным тестером, если вы специализированном магазине покупаете. Если вы покупаете как бы на глаз, то есть вам продавец должен порекомендовать. Вы говорите, у меня вес в экипировке столько, и он вам подбирает лыжи. Я могу показать этот тестер, мы тоже им работаем. И если проблемы у людей с измерением, мы эти операции все сделаем. Промериваем колодку для классики специально, наносим, чтобы знать точно, сколько мазать длину колодки. Это очень важно для работы с мазями. Для коньковых лыж, в основном высококлассных спортсменов, есть специальные маркировки. У них есть специальный коэффициент, который высчитывается по специальной формуле. Это имеется в виду рост, вес и работу на отталкивание лыжника. То есть, те спортсмены, которые у нас регулярно тренируются, они все эти свои коэффициенты уже знают. И на конек, и на классику. Мы потихонечку вас сейчас будем в это тоже вводить. Значит, если человек примитивно толкается хорошо ногами правильно, ему можно пожестче лыжи. Если он плохо толкается, он просто переваливается, то ему нужны не жесткие лыжи. Иначе на них он будет все время проваливаться, как по болоту. То есть, лыжа на каждого человека определенным образом подбирается. Значит, ботинки желательно, чтобы были высокие, красивые. Подошва у них не должна гнуться. То есть, особенность конькового ботинка – подошва не гнется. Классический ботинок – подошва сгибается. Значит, какой вы фирмы припочтете ботинок, ну как бы не сильно важно. Важно, чтобы этот ботинок вам был очень удобен на ноге. Чтобы вы его чувствовали как бы как домашние тапочки. То есть, не стягивали сильно ногу и в то же время не болтались. Можно использовать ботинки, которые немножко длиннее. То есть, надо знать точный размер. Но в течение дня ваша длина стопы либо уменьшается, либо увеличивается. То есть, вы лежите, стопа не работает. Вы много ходите, стопа удлиняется. Лучше брать небольшой запас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова